Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня с Натальей. Наташа, по машинам, ручкам всем. Здравствуйте. Мы с Натальей поговорим на тему «Расскажи о себе». Или как вот на американском интервью говорят людям «Tell me about yourself». Это то, чем мы сегодня будем заниматься. Я некоторую вводную такую дам. Смотри, что происходит. Ситуация такая. Ты отвечаешь на этот вопрос не на интервью, на работу, когда уже джоп-маркет пошел, а когда тебя на интерншип зовут. Вот мы тебя посылаем на интервью, на практику. На этом интервью тебя берут не за то, что ты знаешь много. Ты знаешь то, что знаешь из школы, но ты не знаешь много. Тебя сравнивают с другими, кто тоже, ну как ты, и тоже они не знают много. Но между вами надо выбрать. Значит, если вы не в состоянии работу делать, вас не возьмут. Но из тех, кто в состоянии, а допустим, если они с пятью разговаривают, ну может быть четыре в состоянии делать вот этот проект. Иначе с вами вообще разговаривать не станут. То есть предполагается, что вы можете. Значит, дальше из этих четырех надо, допустим, выбрать одного там или двух. И они смотрят не столько на ваши знания, сколько на то, насколько человеку это вообще нужно. Рвется ли он в бой, не потратят ли они зря свое время на человека, которому вообще нафиг все не нужно там. И так далее. Поэтому они, чтобы понять, кто ты и что ты. И это единственный, наиболее важный вопрос. Если сказать, вот есть ли какой-то вопрос, который один, но самый главный. Это вот этот. Тебя могут спросить про HTML, но тебя не за это возьмут на работу. Тебя могут спросить про HTML, но тебя не за это возьмут на работу. Потому что ты вот, допустим, чем-то выделяешься с точки зрения того, что ты правильный человек. Вот тебе говорят, да, давай мы с тобой попрактикуемся. Значит, мы на выходе из этого упражнения должны получить твою историю. И хочу всех предупредить, я даже не представляю, какие вопросы мне будут заданы. Один вопрос всего. Нет, абсолютно экспромт. Ну, то есть, для меня, конечно, нет, а для тебя экспромт. Поэтому, давай так, вот ты абсолютно out of blue, да? Но ты не под стрессом. Вот, скажем, многие люди, если бы они сидели вот на этом стульчике сейчас, они бы, и уже все бы не могли. А ты человек такой, вполне, то есть, собой владеешь. Значит, вот скажи, ты пришла на интервью, я менеджер. И, в принципе, ты хочешь к нам. И тебе все нравится. И ты говоришь, я говорю, расскажи о себе. И у тебя нет 10 минут, у тебя есть полторы. Вот что ты скажешь о себе за полторы минуты. Вот так, чтобы им захотелось тебя взять. Понимаешь? Не вообще скажешь, а вот так, чтобы им захотелось. Мне говорить по-английски? По-русски говори, по-английски мы еще успеем. Ну, ты мне уже задал вопросы? Задал, расскажи о себе. Окей. Меня зовут Наталья Куик. Так. Нет, я неправильно сказала. Меня зовут Наталья Фокова. Так. Я родом из России. У меня очень богатый опыт работы с людьми. И я считаю, что я очень хороший продавец. Помимо того, я очень sociable. То есть, как sociable сказать? Ну, я социальная такая, да? Общительная. Общительный человек. И я думаю, что я справлюсь с вашей работой. И я с удовольствием буду стараться. Я не знаю, как еще сказать. Ты говоришь, у меня полторы минуты, поэтому у меня... Стоп, стоп. У тебя короткий... Это может быть 30 секунд. Это не ответ на полторы минуты. Но не больше. То есть, не 10 минут. Потому что некоторые начинают идти в дебри того, как он работал, на какой работе. И что он там конкретно делал. И как это сильно влияет на его способность делать там тестирование. То, что я сказала, у меня опыт с людьми, я думаю, что он не так нужен там в компьютерной сфере. Ты начала очень хорошо. К опыту работы с людьми ты должна была бы добавить вот фразу, которая ключевая в нашем конкретном случае. Это фраза. Я легко могу поставить себя на место другого человека. Я легко могу увидеть софтвер глазами пользователя. Ну, вот видишь, я просто не знаю эти... Ну, подожди, но я же для этого и существую. Но я просто тебе говорю, что начало было неплохое. Эта идея неплохая. То есть, может показаться, что ты говоришь не о техническом, которое якобы ценное, а о человеческом, которое вроде никому не нужно, но это на самом деле очень ценно. Дело в том, что я еще не сильно отговорить о техническом на интернете. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому ты, естественно, можно говорить о важных вещах. Значит, теперь давай мы посмотрим вот о чем. Значит, когда тебе говорят, расскажи о себе, имеется в виду сразу много вопросов, которые должны быть отвечены. Каждый из них может отдельно быть задан. Но начинается с чего? Образование. Ты сказала, меня зовут Наташа, я из России. То, что ты из России, ты можешь не говорить. Это они и так видят. Там у них резюме есть. Это не так важно. Но кто ты? Какое у тебя образование? Следующий момент. Чем ты занималась в жизни? То есть, вот ты, допустим, я не знаю, делала продажи, ты занималась, может быть, чем-то технологическим. Я не знаю. Мы сейчас поговорим. Итак, образование. Чем занимался человек? Почему у тебя возник вопрос с тем, что надо менять профессию? Ты здесь вот для чего? Вот что произошло в твоей жизни? Может быть, тебе не надо этого делать? Может быть, ты ищешь решение не там, где оно есть? И так далее. Почему из всех ситуаций, направлений, в которых ты могла бы менять профессию, ты вдруг оказалась в IT? Из всего, что есть в IT, почему ты вдруг оказалась в тестировании? Как ты видишь себя через несколько лет в этой профессии? Почему тебе нравится та компания или эта компания? Допустим, что еще можно спросить в этой же группе? Ну, допустим, если бы ты могла выбрать любую профессию, да, любую компанию, значит, какую бы компанию ты выбрала, это такой тоже расхожий вопрос. То есть они хотят понять, кто ты, какие у тебя приоритеты. Ой, я тут немножко подправлюсь. Ну, может быть, мне опять заодно начать? Давай, вот, конечно, я тебе дам направление. Хорошо. Меня зовут Наталья Фалкона. Мне 47 лет. Не надо, не надо. Не надо, да? Не надо, не надо. Хорошо. А им там, может быть, самому старшему 27, не надо. Хорошо. Меня зовут Наталья Фалкона. У меня образование техникум. Опять же, я не знаю, как по-английски я буду это говорить. Ты можешь сказать «Оссо сей дегри». Ну, да. У меня техникум. И в последнее время я работала в банке в Уэлсфарке. Ты, конечно, должна была сказать техникум в какой специальности. Все-таки у тебя техникум в технической специальности. Не в бухгалтерии, понимаешь? Ну, да, но и без компьютеров. Не в животноводстве. В банке компьютеров не было, поэтому... Послушай, да. Ты рассказывай о том, что у тебя есть техническое образование. Ты говоришь, у меня есть «Оссо сей дегри» в «Мекеникал инженеринг», допустим, да, можем так назвать. Правда? Есть? Это «Техник-технолог по холодной обработке металлов». Вот переведи меня. Я никогда не могу объяснить. Мы найдем название. Для начала, так сказать, для цели вот этого упражнения, ты можешь сказать, у меня есть «Оссо сей дегри» в «Мекеникал инженеринг». Хорошо. Так, давай. У меня очень богатый опыт работы с людьми. Я работала в «Таймшер», чтобы мне... В продажах? Ну, я не про это хотела сказать, что импровь, как сказать? Ну, улучшить. Улучшил мой английский язык в последнее время. Не надо, абсолютно не надо. Может быть, ты уже родилась хорошим, никого не касаешься. И в последнее время я работала в банке, и я была очень успешным банкиром. Так. Я работала на компьютере, я очень быстро поняла банковскую систему компьютеров, и поняла, что я могу идти дальше, потому что я очень усидчивый человек, и я, если задаюсь цели, я ее преодолеваю. Мне показалось, что работа тестера очень интересная, и я захотела попробовать, и я уверена, что у меня получится. Лучше. Тем не менее, я не понял, что в твоей жизни такого произошло, что ты все-таки решила менять профессию. Смотри, ты во Флориде живешь, ты работаешь в банке. То есть, казалось бы, у тебя все в жизни хорошо. И вдруг выясняется, что не все хорошо. Ты бросаешь работу в банке во Флориде, едешь через всю страну в Калифорнию. Что-то тобой движет, кроме того, что ты познакомилась с компьютерами в банке, и поняла, что можешь делать больше. Слушай, это не звучит правдоподобно. Хорошо. Что-то тебя заставило, что-то не работало, понимаешь? Значит, что не работало? Ну, я понимала, что ту работу, которую я могу выполнять, я могу получать больше зарплату. Но так как я не видела перспективы поднятия зарплаты очень быстро, я решила попробовать другую сделку. Значит, зарплата – это то, что мы на интервью не выносим. Не выносим. Я тоже хотела сказать, что зарплата всегда присутствует. Но зарплата, ну, скажем, если ты скажешь врачу, скажите, доктор, почему вы стали врачом? Наверное, из-за денег. Он будет возмущен. Он скажет, я люблю помогать людям. А деньги, само собой, ну, конечно. Что я сейчас скажу? Я обожаю компьютеры. Нет. Подожди, обожаю компьютеры. Почему-то ты решила менять профессию. Значит, ты не была happy, правильно? Ты говоришь, я была successful, но я не была happy. И я не была happy, потому что я чувствовала, что я могу выполнять гораздо более технически сложную работу. Но в банковской системе настолько консервативно, плюс то, что я говорю с акцентом. Они тебе скажут, что вы, какое я скажу, ну, все-таки не идеально. Это мне мешало двигаться. И я поняла, что мне нужно менять область, говоришь ты. Ты, послушай сюда, ты не была happy. Ты должна им тоже дать возможность сделать что-то большое в собственной жизни. Понимаешь? Если пришел человек, которому просто хотелось больше денег. Ему можно помочь, можно не помочь, можно еще. А вот рядом девочка, допустим, и у нее вся жизнь на кону. И у нее вообще там мечта сбывается или не сбывается. Кому хочется помочь? Вот тебе, которая хочет 10 долларов в час лишних. Или девочке, у которой вся жизнь на кону. Понимаешь? В этом должен быть элемент личный, в этом должен быть элемент большой перемены в жизни. Понимаешь? Большой, не маленькой. Поэтому ты говоришь так. Давай мы немножко вернемся назад. Давай. Я скажу, как я понимаю правду в твоей жизни. Ты можешь мне потом... Хорошо, скажи за меня. Может быть, это самое. Значит, я тебя так сейчас понимаю. Значит, ты говоришь, я получила техническое образование. И я даже, я хотела получить еще бакалавра в инженеринге. Но так получилось, что экономически, вот страна, в которой я жила, там, ну, как-то вот проблемы были экономические. Поэтому мне пришлось работать там, где я могла себя саппортить, да? Зарабатывать на жизнь. Поэтому я работала в продажах. Ты не идешь даже, какие там продажи, чего продажи. Я работала в продажах. Я обнаружила, что я очень хороший такой salesperson, что я очень легко нахожу общий язык с людьми. И сегодня уже, глядя, так сказать, на это с позиции тестирования, я понимаю, что мне очень легко видеть софтвер глазами пользователя. Например, я могу себя поставить в положение любого человека и видеть, как он видит этот софтвер. Дальше, что получилось? Дальше. Я вышла замуж. И так вот, хотелось создать семью. Вышла замуж и приехала в Соединенные Штаты. И с первого дня, когда я сюда приехал, я говорил о себе. Это страна Opportunities. И для меня здесь должно быть что-то, что кардинально мою жизнь не изменит к лучшему. Но получилось так, что мы жили сначала в Монтане. И в Монтане. И по-английски я не говорил. Говоришь ты, да? Что правда. Поэтому у меня, пока я в Монтане несколько лет жила, у меня все силы ушли на изучение английского. Потом я оказалась во Флориде. Вот мы сейчас с мужем живем. Ты не говоришь, что их было два. Ты говоришь, что мы сейчас с мужем живем во Флориде. И во Флориде я снова оказалась в продажах. Я продавала Таймшер. И очень успешно. Я была номер один в этом Хилтоне или что-то там продавал. И у меня язык там стал хороший. И я спрашивал себя, неужели продавать Таймшер, это то, ради чего я в Америке. Это то, где моя там Opportunity. Моя. И дальше я сказал себе, что-то надо делать, что-то интеллигентно. Я оказалась в банке. Почему в банке? Потому что мне казалось, что банк это вот такая сфера, где вот мои такие качества, я все-таки очень тщательная. И я с людьми могу. И как-то... И в общем и в целом, ты говоришь, я успешная в банковском этом деле. Я когда увольнялась из банка, меня там всем отделом провожали, там говорили, в любую секунду возвращайся. Я была успешна, но я не была хэппи. И я думала, ну что, мне еще 20 лет работать в этой стране. И я думала, ну что же, я 20 лет должна быть не хэппи. И муж мне сказал, ты должна быть хэппи, каждый должен быть хэппи. И тут ты просто как бы наткнулась, совершенно случайно, ты наткнулась на профессию тестера. Ты наткнулась на школу, где этому учат. Ты посмотрела массу историй. И чем больше ты эти истории смотрела, тем больше ты понимала, что то ли получится, то ли не получится. Но это не такая вот штука, которую можно не попробовать. То есть это обязательно надо попробовать. Вот и все. И ты приехала учиться сюда. Ты приехала в Калифорнию. И ты училась, и ты каждый день чувствовала, что you claim your life back. Понимаешь? Ты чувствовала, что это просто как вот, ну, бальзам какой-то в тебя втекает. И сейчас уже, к моменту, когда ты школу заканчиваешь и сейчас идешь на интерншип, ты настолько уверена, да, у тебя коммитмент. И ты абсолютно, у тебя даже мысли нет, что можно чем-то еще заниматься. То есть ты абсолютно как бы уверена в том, что ты на правильном пути. И вот этот интерншип, на который ты идешь, это то, что не то же там какая-то там платная или там бесплатная там какая-то, я не знаю, тренировка. А это стартовая площадка, с которой ты стартуешь свою новую жизнь. И сколько народу вот ты будешь разговаривать, да, говоришь ты ему, они все мотивированы. Но я, чтобы с тобой сегодня разговаривать, я из Флориды сюда прилетел. Я в квартире жила, в Ван Бэдроме, там где четыре человека живут. Три месяца, при том, что у меня есть собственный дом во Флориде, очень неплохой. В Дубэ, неважно. Вот, скажи, мы там жили четыре человека, я вся вспомнил, как мне 18 лет было, как мы жили в студенческом общежитии. И я здесь поэтому. Такому человеку отказать нельзя, понимаешь? Тебе нельзя отказать, ты у тебя столько на кону, ты столько всего принесла. Это твоя история или я что-то набрал? Нет, тебе все правильно сказали. Это твоя история. Я просто немножко растерялась, как это все сказать, но вот... Правильно, я тебе рельсы даю. Ты воним покатишь свою тележку со своей историей. Значит, поняла примерно последовательность, да? Я сейчас это все, я сделаю из этого видео, я его повешу. И ты можешь его смотреть сто раз. Хорошо. Вот, и я почему это делаю? Потому что, чтобы ребята понимали. Потому что вот вопрос там, почему тебя... Понимаешь, что получается? Почему мы должны взять тебя? Та же самая история. Потому что мне это вот так надо. Потому что у меня такой коммитмент. Потому что я рвусь в дело. Я рвусь в бой. Все, что мне от тебя надо, дать мне как можно больше возможности что-то узнать и что-то такое для себя. Некоторые говорят, почему мы должны взять тебя? А там говорят, я со своими знаниями могу там улучшить качество вашего софтвора. Ты ничего не можешь со своими знаниями. Кроме как сожрать чужое время. Которое могло бы быть потрачено на то, чтобы улучшить качество софтвора. Понимаешь, это бушит все. Но почему тебя надо взять? Потому что ты рвешься в бой. Потому что у тебя в жизни перемена серьезная. Кардинальная перемена. Какой сволочью надо быть, чтобы человеку не помочь в такой ситуации? Ты понимаешь? Да. Ты не рассказываешь про доярку. Я просто могу сказать, что я прошла много работы для того, чтобы выжить в той стране, допустим. Но я не могу на это говорить. Каждый раз, когда ты что-то говоришь, спроси себя, как это помогает тебе продать твой товар? Если это тебе никак не помогает, молчи. Если ты хочешь, чтобы человек что-то сделал для тебя, скажи ему то, что поможет ему облегчить эту задачу. Сделать для тебя то, что ты хочешь. Я когда устраивалась, я не рассказывала про доярку. Понятное дело. Это я просто на канале рассказывала своим подписчикам и своей истории. Но не на интервью, а естественно. Хорошо, концептуально ты поняла? Значит, теперь смотри, что происходит. Все вопросы, которые тебе задают из этой группы. Почему мы должны взять тебя? Tell me about yourself. Расскажи о себе. Это all inclusive. Он включает в себя абсолютно все вопросы. Если ты будешь на него отвечать и не ответишь на какой-то из них, ты его получишь тут же. А почему ты решила менять? А что ты хочешь от той компании, куда ты идешь? А зачем тебе internship? Понимаешь? То есть, вот все эти вещи. Картинка понятная? Да, но я сейчас не буду это повторять. Нет, не надо повторять. Не надо повторять, но ты это запиши себе на бумажку. Имеется в виду файл или реальную бумажку. Файл легче правку производить. Напиши там 10 предложений. Мы на них посмотрим и сделаем из них 15. И так далее. Но это не должно растекаться мыслью под ревом. Я просто хочу сказать, что в основном ошибка, которую люди делают вот в этом, состоит в том, что они начинают косить под то, что вот они чего-то делали. Вот он работал в банке, и там было много софтвора, и он увидел в этом софтворе столько ошибок, что он понял, что он должен работать там. Видел ошибки в софтворе? Нет. Нет. Ну там очень лет какие-то редкие внимания. И он, это самое, ну естественно, те же не до этого. И он решил, что надо тестировать софтвор. Он все равно ездил в машине, машина тарахтела, он подумал, буду инженером делать автомобили. Или там летел в самолете, решил делать самолеты. Ерунда, булджет, понимаешь, не катит, нельзя лгать. Говорить надо правду. Ну, скажем так, максимально. Всякая история, как мы знаем, она там красиво не соврешь, историю там не расскажешь, но это должна быть твоя история, и то, что ты врешь, ты приукрашиваешь, ты не врешь, ты приукрашиваешь, ты как бы акценты переставляешь и так далее. Врать не надо. Как только человек врет, это сразу чувствуется. И уже не важно, что ты сказала. Важно то, что ты врешь. И уже не имеет значения, что ты говоришь. Понимаешь? Поэтому, похоже на то, как в селе учатся продавать? Нет? Да, но я вот, когда ты говорил, я действительно об этом задумываюсь, и действительно это так. Пусть не важно, что ты продаешь, но если ты продаешь, продают не знание, вот не то, что ты знаешь о продукте, а именно твоя история, именно вот если покупатель любит тебя, он у тебя купит все, что угодно. Люди, которые машины продают, они, как правило, ничего про машины не знают. Им только это мешает. Он начинает в технические детали уходить. И с ним становится просто скучно. Мешает продавать, да. Поэтому я к чему говорю, что есть люди, которые никогда ничего не продавали. Они думают, что продажа связана с манипуляцией. То есть надо взять на обмануть, надо схитрить, надо что-то. Продажа связана с искренним интересом в успехе человека. Правильно? Да. Вот. Мы не говорим про жулье и всякую низкопробщину, об этом вообще и разговора-то нет. Мы говорим про серьезный уровень. И когда человек идет на интервью, он себя продает. Есть люди, которые отрицают. Они говорят, нет, я ничего не продаю, я знаю HTML, я могу писать тест-кейсы, я инженер, я не сейл-сейл. Если ты не сейл-сейл-сейл, что ты делаешь на рынке-то? На рынке либо продают, либо покупают. На рынке нет такого, что на стене написал HTML и получилось приличное слово. Я была также устроена в банк, меня никто не спрашивали, а вы хорошо знаете компьютер? Я пришла и разговаривала с дистрипт-менеджером, и мы закончили тем, что она мне рассказывала, как ее дедушка воспитывал одну, без родителей, и такие какие-то истории я ей рассказала. Потому что речь шла о персоналете. И все. Одна персоналете с другой персоналете, и вот это было то, что важно. Естественно, никто тебя не отчитал, что ты умеешь пользоваться банковским софтфером. Да. Хорошо. Наташа, давай я тебя отпущу. Ты уже в конце дня, небось, голова-то кругом идете? Да нет, не идет голова-кругом так. Я хочу, видимо, всего... А сложно вот то, что у нас рассказывают? То есть вообще все мимо головы проходит или что-то остается? Нет, ну у меня, как я уже днем сказала, еще дверь пока закрыта, но в замочную скважину я уже подглядываю. Ага. Я уже вроде как вижу картину, но дверь еще закрыта пока. Ну, не сразу. Вот я тебе скажу так, к концу этой недели, да, это будет уже конец второй недели, к концу этой недели у тебя будет гораздо больше ясности, а уж дальше там совсем будешь летать, как птичка, только заниматься. Главное, что у меня учителя здесь очень хорошие. Ну, когда учитель хороший, очень важно у него учиться. А то бывают учительные хорошие, а все ушло там хихип, ха-ха. У вас группа серьезная так занимается? Ну да, у меня такие вот молодые люди рядом со мной, они сидят, они углубленно так все это учат и они мне помогают тоже. То есть есть польза? Да. Я сегодня, кстати, их на видео снимала. Да ты что, ну они не, как сказать, не выпендриваются, нормально снимаются. Нет, они с удовольствием, наоборот, не так обрадовались, сказали, пойдем, пойдем. Хорошо. Ладно, Наташенька, мы тебя отпускаем, иди разучивать, а потом ты эту историю нам расскажешь. Хорошо? Хорошо. Имея в виду, история, которая будет на интервью уже настоящем, когда ты пойдешь на интерншип, потом поедешь во Флориду, будешь там искать работу, эта история немножко видоизменится, потому что ты уже будешь отвечать не на вопрос, почему ты хочешь интерншип, а ты будешь отвечать на вопрос, почему ты хочешь вот эту работу, что в общем-то не так сложно, мы немножко модифицируем, но основа уже будет заложена. Хорошо? Давай ручкой помахали. До свидания всем. Счастливо. Спасибо.